Новый день, я вот голову помыла, сегодня поздно встала. Короче, сегодня утром в 10, по-моему, утра или в 9.30 вообще меня разбудил звонок в дверь. Я, как всегда, встала, думаю, ну курьер. А я обычно, ну как бы жду курьеров, знаю, когда ко мне должны прийти какие-то посылки домой. И тут я такая, значит, иду и вижу в домофон, ну мужчина стоит в маске, в каком-то халате. Я думаю, что-то не похож он на курьера, и в итоге я в домофон, в трубку говорю, типа, здравствуйте, да. И мне этот мужик говорит то, что мы проверяем, здравствуйте, мы откуда-то оттуда проверяем счетчики в горячую холодную воду. Я максимально не хочу к себе домой пускать всяких непонятных людей, которым так и хочется проверить всякие мои счетчики, трубы, еще что-то. Потому что ко мне уже как-то приходил такой мужик, вот. И мне пришлось его пустить. Но мне пришлось его пустить, я даже в сторис об этом рассказывала, мне пришлось его пустить, потому что консьерж поднялся и попросил, чтобы я его пустила. Это, типа, наш человек от нашего дома, еще что-то. Ему, типа, надо что-то проверить. У всех, типа, проверяют, потому что у кого-то там проблемы какие-то, но не суть. И в итоге я ему говорю то, что да, у нас есть счетчики, все нормально. Я сказала, что этим занимается мама, такая прикинулась, типа, мне 10. Вот, и потом он такой, я вас поняла, скажите, сколько человек проживает в квартире? Я говорю, двое. Он такой, все понятно, спасибо. И ушел. Просто я-то думала, он сейчас начнет, ага, ну, откройте, пожалуйста, я ко вам все равно зайду. А мне, ну, максимально не хотелось пускать какого-то человека еще в такую рань. Вот, поэтому я рада, что он ушел. Не поняла, правда, я так и не поняла, что он именно от меня хотел. Хотела посмотреть счетчики мои. Зачем? Потом уже в час 30 пришел реальный курьер, принес мне посылку, и все. И в этот момент я уже встала. Помыла голову. Я фанатка ТикТок. Помыла вообще так быстро, кстати, там подписчики растут, шок. Очень приятно. И лайки тоже, поэтому если вдруг что, ну, подпишитесь. Реально посмотрите мои ТикТоки, они очень смешные. Хотела с вами поболтать про лазерную эпиляцию, точнее рассказать то, что, ну, вы и так знаете, что я хожу на лазерную эпиляцию. Я очень довольна результатом, но волосы все равно пока еще растут. Хоть и не так много, и не такие жесткие, но как бы все равно есть. И прикиньте, мы разболтались по поводу бритья, и она сказала, чтобы я использовала бритву от фирмы Дорка. Конечно же, я ее купила. Попробовать вот так вот выглядит упаковочка. Вот бритва. Короче, она оказалась намного круче, чем остальные. У нее больше лезвий, и не надо несколько раз проводить на одном и том же месте. У нее очень удобная ручка, лезвия очень острые и долговечные. Самый большой плюс, что лезвия очень близко друг к другу расположены, что позволяет меньше повреждать кожу. Меня удивляет то, что она стоит дешевле других, но при этом справляется намного лучше. Кстати, это корейская бритва, поэтому неудивительно, почему она такая крутая и такая качественная. Я не сушила голову, она у меня просто вот в таком состоянии. Короче, я сейчас буду менять постельное белье и болтать с вами. Что я хотела рассказать по поводу этого Роакутана? Все еще эти мысли не оставляют меня в покое, но... А думаю я то, что я не хочу пить Роакутан. Объясню почему. Я вам, по-моему, рассказывала, что раньше у меня был страх. Глупый страх. Я уверена, что все будет супер пушка на высшем уровне, но раньше у меня был страх, что у меня не будет детей. Да. И почему я так боялась этого? Ну, я не знаю почему. Наверное, из-за того, что я сильно их хочу и все в этом духе. У меня был такой страх, что вдруг я не смогу. Вдруг у меня не получится. Я верю, что все у меня получится. У меня хорошие вены. И глупо думать, что у меня что-то не получится. Только одна моя мама троих родила, знаете ли. Вот. Поэтому я не сомневаюсь. Плюс еще есть Божья помощь. Этот страх, который у меня был, и как бы сейчас я не волнуюсь об этом, но делать то, что может усугубить мое здоровье, я не хочу. И когда я пойду к врачу, в следующий раз, когда я сдам анализы, я ей скажу, что типа делай, что хочешь, но я к этому не готова. Реально не готова. Там, ну, люди разделились на много групп. Кто-то пишет, типа, да не парься ты, пей, у меня вообще так хорошо, все, я вообще счастливая. Кто-то пишет, что все ок, я, типа, там, сколько-то месяцев пила этот руакутан, потом прошло полтора года, я сейчас беременна, типа, все ок. Ну, как бы все ок, это супер, но меня все равно это пугает. И я не хочу, как бы в своем организме, в своих там генах, ну, у меня уже, знаете, такие мысли, развивать какие-то, возможно, побочные эффекты, которые могут быть. Вот. Сейчас мы будем селить гучи, мои хорошие. И поскольку мне, типа, знаете, там, мне 17, 18, 19 лет, а как бы уже почти 23 через пару месяцев, кто его знает, может, я, блин, в 21-м году замуж выйду, как мне, кстати, астролог напророчила. Суть даже не замуж, а просто мне страшно, реально. Я буду волноваться, и у меня начнется какая-нибудь депрессия. И, знаете, после этой депрессии у меня еще какие-то проблемы со здоровьем начнутся. Ну, я не хочу, боюсь. Вот сейчас я прочитала, девочка одна в директе написала, что когда пьешь руакутан, еще нужно соблюдать жесткую диету. Типа, не есть продукты, которые содержат витамин А. Ну, там все. Ну, понятно, алкоголь, ну, пастфуд и все в этом духе. И, типа, исходя из всего этого, я думаю, почему бы просто не попробовать? Питаться нормально и не бухать. Каждый день об этом думаю. Что бы со мной стало, как бы я и отменилась, если бы я и не пила вино почти каждый день. Лучше отказаться от какой-то еды, возможно, какой-то курс таблеток пропить. Не знаю, может, у меня реально что-то не так с печенью, ситовидка. Вот кто-то пишет, типа, охренеть, ты столько думаешь про крыщик. Но ни разу так и не сдала нормальные анализы. Вы прикиньте? Короче, все, что я поняла, вот дерматологи, которым я ходила, это лажи полные. Я не говорю, что все дерматологи, это лажи полные, нет. Но, которым я ходила, все лажи полные. Кто-то пишет, типа, какого черта тебе твой врач, вот сейчас, с которым я ходила, сразу же прописывает такое жесткое лечение. Я думаю, есть вероятность, на что я очень сильно надеюсь, что когда я к ней приду с анализами, она на них посмотрит и сделает что-то в духе. Да у тебя просто женудок-то, ну, выпей таблетку одну. Не надо тебе ракутан, бред какой-то. Короче, я на это рассчитываю, если честно, и надеюсь. Я не хочу, не хочу. Гуччи, видели, блин, гуччи. Я не против попробовать пить ракутан, но после того, как я рожу, как минимум, одного ребенка. Я понимаю, что, типа, год пропить ракутан, например, да, как мне сказали, и потом всю жизнь ходить без прыщей, хотя мне никто гарантий не дает, что не будет рецидива или еще что-то в этом духе. Ну, а, типа, многие пишут, что все классно. Реально, вот пропила, причем, почему-то, кстати, причем, все, кто мне писали, писали про полгода. Типа, вот я пропила, и полгода у меня ничего нет, реально, вот уже полгода ничего нет. У всех полгода, посмотрим, что будет дальше. Поэтому я пас, реально пас. Я еще ни разу не пробовала лечить желудок, проверить щитовидку, сдать анализы, гормоны сдать, узнать, на какие продукты у меня аллергия. В общем, я сделаю все это, и если после всего этого мне ничего не поможет, то тогда уже можно будет подумать про этот ракутан. А поскольку я всего этого не проходила еще, не вижу смысла начинать пить такое жесткое лекарство. Ну, страшно. Я понимаю, что кому-то помогло, и кайф, но я столько начиталась. Дело даже не в том, что я столько начиталась, а в том, что, ну, блин, я не хочу, вот, как бы, знаете, вот реально кто-то правильно написал, а ведь так и есть. Я тоже так считаю, типа, если выбирать здоровый ребенок, и вообще, в принципе, родить ребенка и здорового ребенка, и выбрать, типа, чистую, идеальную кожу, ну, извините, я выберу здоровье своего еще нерожденного, незачатого ребенка. Ну, мне страшно. Поэтому, кстати, я реально понимаю, почему я так тороплюсь родить, ну, как бы выйти замуж и родить. Я это хочу уже сделать, знаете, как будто бы не то, что отмучиться, а, типа, это сделать и уже выдохнуть. Ну, вот, допустим, сейчас был бы у меня ребенок, я бы такая, рокутан, поехали, ле-ле. Ну, типа, а поскольку нет, я волнуюсь, я же еще не рожала, а у меня детородный возраст. Так, еще все это надо парить. Сначала я купила, типа, серое белье без всяких рисунков, и подумала, вау, как мне нравится, когда нет всяких, блин, изображений. Надо еле вот эти оляпистые белья. А сейчас смотрю, не знаю, мне так нравятся вот такие всякие прикольненькие. Выглядит прикольно. Ай, благодать, блин, ну, очень прикольное качество, он такой прям нежный, такой, мм, красотища. Гути, поняли? Вчера я ездила к врачу, и вчера у меня было откровение. Я в первый раз в своей жизни, когда я написала Кате Коносовой, я думаю, что вы все знаете Катю, это было, я не знаю, полгода больше назад, короче, не знаю, сколько месяцев назад, ну, давненько уже, я написала, когда я увидела ее видео про Акне, и я посмотрела ее видео тогда, где она как раз-таки принимала этот Руакутан. Я помню, что тогда, когда я ее видео вот это посмотрела, я начала смотреть вообще, в принципе, ее канал, он мне очень понравился, я ей тогда написала просто в личку в директ, мы с ней не были знакомы лично, и все такое, никогда там не переписывались. Я просто написала, типа, Кате, привет, хоть мы не знакомы, там, меня зовут Юля, все такое. Я посмотрела твое вот это видео, оно мне очень понравилось, я уже, ну, посмотрела дофига видосов на твоем канале, и они очень классные, я ей просто написала, типа, спасибо за контент, очень все интересно, клево, ты большая молодец, удачи. Это было, ну, давненько, вот. Я такой человек, что если мне что-то нравится, я, ну, не постесняюсь и напишу человеку, блин, такой талантливый, вообще так классно, клево. Ну, короче, суть не в этом, мы с ней тогда попереписывались сколько-то, поболтали о чем-то, все в этом духе, я уже, ну, по переписке не помню. И тут, короче, вчера, после того, как мне врач сказал, что, скорее всего, мне надо будет пить руокутан, ну, как, скорее всего, он сказал, что назначит мне, я думаю, блин, начала опять пересматривать видео Кате, где она как раз рассказывает про этот руокутан. И я ей опять пишу, Катя, привет, первый раз, когда я тебе написала, я посмотрела твое видео про акне, и вот сейчас я снова к нему вернулась. Я ей записала, в итоге мы перешли в Телеграм, я ей записала голосовух там всяких, что у меня с кожей, и попросила ее, чтобы она мне что-то рассказала, может быть, какие-то советы дала, ну, вообще как, что, типа, стала бы она там сейчас пить этот руокутан или нет. Ну, короче, суть в том, что я просто попросила ее, чтобы она мне как-то какие-то напутствующие слова дала. Ой, ну, я не знаю, вот этот вот мой страх по поводу этих препаратов, он меня не покидает, и я максимально не хочу пить это. И она мне сказала, что, во-первых, скоро у нее там выйдет видос на канале, в котором она готовит очень интересные всякие информации, как раз то, что связано с кожей, еще что-то, и такие дела, и она мне сказала попробовать сдать, ну, как бы она говорила то, что, типа, я тебе просто рассказываю, но, как бы, не факт, что там это поможет или еще что-то, и вообще, как бы, ну, типа, принимай решение, как бы, сама, потому что это очень такой спорный момент, и многие спорят по поводу того, надо это или не надо. Короче, есть какой-то тест, я об этом слышала еще от Карины моей, 88 продуктов, и тебе показывает этот тест, на какие продукты у тебя есть аллергия, аллергическая реакция, а я аллергик, и есть вероятность, я просто сейчас буду делать все возможное, чтобы найти какой-то способ избавиться от этих прыщей без роакутана, вот. И у меня есть на это три недели, чтобы пройти каких-то врачей, найти для себя какие-то ответы, попробовать что-то новенькое. Сегодня я начала пить лактофильтром, мне кажется, я его пила никогда, ну, не, пила когда-то, очень давно, но я просто знаю, что кому-то лактофильтром, типа, помог. Мне кажется, что все-таки у меня есть какие-то проблемы внутри, там, может, я не знаю, желудок, печень, ну, как бы, не дай бог, конечно, но лучше я, как бы, знаете, буду соблюдать какую-то определенную диету, исключу какие-то продукты из своей жизни, но буду знать за то на 100%, что из-за них у меня прыщи. И вот она сказала, что ей там нужно глютен убрать, еще что-то, там сыры какие-то, молочка какая-то, и все в этом духе. И вы сейчас все такие ликуйте, типа, да, мы же говорили, что из-за этого прыщи вылезают. Вот, и я же вчера разговаривала с врачом, и я ей говорю, скажите мне в лицо, что у меня прыщи не из-за молока, и не из-за сахара, и не из-за айкоса. Единственное, что я забыла ей сказать, что я вино пью часто. Ну, знаете, мне проще отказаться от вина, и, может быть, даже постараться, ну, хотя бы на две недели реально отказаться от кофе, ну, с молоком, получается. Я думаю, что я смогу это сделать, потому что, ну, как бы, я очень много лет жила без кофе, и нормально. Ну, я не была фанатом просто раньше капучин всяких, и, как бы, чай мне абсолютно офигенно заходил. Поэтому я думаю, что все в моих ручонках. Ну, и вот. И попробую, не знаю, она сказала, что вот этот тест, который на 88 продуктов, показывает, на что у тебя из этих продуктов аллергия, она говорит, что они там с девочками, ее там подружки, не знаю, кто работать с ней, тоже прошли такой тест и отказались от этих продуктов, уже сколько-то недель их там не едят. И они видят результат кожи, ну, даже не то, что она там без прыщей, просто кожа стала лучше, ну, сияет, одного цвета. Ну, в общем, короче, это я все к тому, что, скорее всего, я все-таки попробую сделать то, на что меня уговаривает много-много-много времени Карина. Даже не хочется это произносить вслух, потому что она, если смотрит сейчас, она сидит и ликует, просто, да, я тебе говорила. Она же постоянно ругается на меня за это, говорит, ну, почему тебе так сложно просто взять и попробовать, не есть Макдональдс, не пить молоко, не есть чипсы, не пить вино, почему тебе так сложно? Это же даже подписчикам твоим будет интересно посмотреть, как ты несколько недель все это не употребляешь, ну, как бы, в пищу, в свой организм. Возможно, но я просто такой человек, мне так не хочется себя ограничивать в чем-то, но прыщи тоже меня бесят. Я готова попробовать, но только после того, как я увижу, что у меня на какие-то определенные продукты аллергия. Я, конечно, расстроюсь, наверное, когда увижу, а я так понимаю, что глютен, он там вообще везде, у многих на глютен аллергии всякие. Короче, я не знаю. Я, знаете, на самом деле еще что, я просто боюсь похудеть. Мне не хочется быть еще худее. И из-за того, что я жру всякую отраву, ну, там, чипсы, чипсы всякие, все в этом духе, из-за этого я хотя бы хоть как-то, мне кажется, калорийность какую-то поддерживаю в своем организме, потому что если я перестану это есть и буду есть только здоровую какую-то еду, то, мне кажется, я вообще просто в тростиночку превращусь. Или тогда мне надо ходить в зал наращивать мышцы и есть эти протеины или кто они там. Короче, сейчас мы едем забирать посылку из Грузии. Дедушка мне туда вина наложил. Но на самом деле суть этой посылки вообще-то заключалась в том, что дедушкина сестра, по-моему, если я не ошибаюсь, сделала, ну, короче, есть какой-то семейный рецепт. Я о нем не в курсе, если что. Какой-то мазик, который лечит ожоги, прыщи, вытягивает вот эти вот все болячки. Ну, короче, я не знаю, но дедушка говорит, я помазал. У меня за два дня вообще все прошло, поэтому он мне это все отправил. Но он не может отправить одну маленькую баночку, поэтому он купил мне кучу вина. И баночка где-то в вине должна спрятаться. Ну, не спрятаться, а просто лежит там. Вот, и он очень хочет, чтобы я попробовала. В общем, чтобы вы понимали, вся семья моя борется и постоянно... Ну, короче, на самом деле, мне кажется, дедушка больше всех за это переживает, потому что он, ну, дедушка, мама. Дедушка и мама больше всех, мне кажется, переживают за мою кожу. Дедушка постоянно смотрит и не может удержаться от комментариев, сказать что-то, типа, ой, ну это вообще, конечно, вот тебе это разнесло. Типа, мама тоже волнуется. Одной мне пофигу. Не, мне не пофиг. Но пить руакутан тоже не хочется. Просто еще, знаете, Кате Коносовой прописывали этот руакутан на... Четыре месяца. Ну, по крайней мере, она пила его четыре месяца. Я посмотрела видео, какой-то чувихи разукрашенный. Типа, такая, чика вся. И она говорит, ну, вот вообще, руакутан меньше, чем на полгода не прописывает. Вообще в этом нет смысла. Если вам сказали два месяца, три месяца, это все, типа, чухня. Фигня это все. Даже не слушайте это. Я думаю, ничего себе. Мы со Славой приехали в город. Приехали в ТЦ, чтобы посмотреть люстру. И кроме той, которую я купила в итоге, мне даже особо ничего многое не нравится. Вот она над моей головой. Вот это. Ну, есть еще вот такие, но... Единственная у нее проблема какая-то. Почему-то она немножко жужжит. Мы пока не разбрались, из-за чего именно. Много люстр, которые мне, в принципе, нравятся. Мы сейчас в Лерой Мерлен, если что. Понятно, что есть куча других магазинов, но посмотрим. В принципе, вот от этой я очень даже в восторге, которая дома у нас. Ну, может, кому-то не нравится, но мне нравится, кофиг. Вот, но... Просто я не хочу со всякими висюльками. А такое клево, но... Короче, я просто смотрю на то, что будет много света давать. Мне очень нравятся вот такие, но это не дает, мне кажется, много света. И это чисто такой декор. Дрим. Там уже во всю к Новому году готовится. Ёлка стоит. Ну, короче, что только не смотрели. Вот мне, в принципе, даже обычные вот такие, типа, нравятся. Но, короче, все равно что-то не то. А, ну вот, кстати, ничего. Если, типа, на кухне, может быть. Люблю такие минималистичные сычёте. Так, ребят, мы уже дома, и мы не купили люстру. Зато мы сходили в кино на фильм Дедушка Нелёгкого Поведения. Мне фильм понравился. Он такой очень добрый, миленький. Я там даже не заплакала один раз чуть. Чуть не заплакала один раз. Вот. И что, мы приехали домой, начали снимать тиктоки. И на этом я с вами буду прощаться, потому что мне нужно ещё монтировать этот видос. Уже куча времени. И я ещё голодная, и мне нужно выпить лактофильтру. И через час что-то поесть, а уже как бы пипец поздно. Если вы ещё сомневаетесь подписываться на меня в тиктоке или нет, то я вам оставляю, во-первых, ссылку. А, во-вторых, в конце этого видео, а это уже конец, пущу вам несколько тиктоков, чтобы вы понимали, что можно увидеть у меня в тиктоке. Вот, снимаю каждый день, выставляю обычно тиктоки ночью. Я не знаю, почему ночью они очень быстро набирают просмотры. Почему-то. Может, это не всегда работает. Ну, короче, спасибо большое всем, кто смотрел это видео. Оставляйте комментарии, я всё буду читать. Подписывайтесь на меня в Инстаграм обязательно. Всех люблю, целую, обнимаю. Я пошла умываться, делать чай, что-то кушать потом, монтировать видос. Всем пока! А, ой! Что это такое? Что это за дым? Что это за дым? Это что вообще за дым? Мне нужно полотенце! Мы... Он что-то горит здесь, слышишь? Не знаю, вот как-то... Роза, соберись, пожалуйста. Соберись, блин, соберись, уже хватит. Роза! Сейчас такое расскажу. Ты просто не поверишь, я выходила с дверей, а он... Блядь. Сейчас такое расскажу. Я выходила с дверей, а он, короче... Я! Сейчас такое расскажу. Выходила с дверей, с подъезда... Да пошло, ну! Давайте перестанем быть злыми. Нет, не давайте. И будем добрыми и позитивными. Да, давай. Женя, какие у тебя ассоциации возникают со словом солнце? Тепло, свет, веснушки, радость. Хорошо. А со словом музыка? Дружба, ранетки. Очень хорошо. Так, а со словом семья? Проблема. Понятно. Женя, у тебя проблемы в семье. Где ты? В casa. Я ухожу. Я ухожу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова